Проблема же еще в том, что у нас ни одной правой партии нет, которая не была бы в той или иной степени более открытой, более латентной унионистской. Они все унионистские, и все пытаются заигрывать эту поляну, уже истоптали просто. При всем при этом, после 30 лет оголтелой пропаганды, все равно мы упрямо продолжаем себя большинство называть молдаванами, язык молдавским. Если бы кто-то хотел бы действительно решить этот вопрос один раз и навсегда, то нужно было бы, следовало было бы провести референдум, спросить у людей. Потому что это единственный, по-настоящему европейский и по-настоящему цивилизованный способ определения, как названия титульной нации, так и названия языка. Других не существует. Ученые, лингвисты, историки не играют значения никакого, не имеют никакого значения. Только мнение большинства народа. Их самоидентификация. Такие мечты у вас, Константин? Я считаю, что это давно бы пора сделать, просто чтобы ответить один раз и навсегда на все эти проклятые вопросы, которые нас все время сбивают от главного. О том, что нужно строить просто нормальную человеческую жизнь. Нормальную человеческую жизнь. Жизнь человека, жизнь каждой семьи должна стать предметом усилий государства. У нас же государство распыляется на лингво-исторические дискуссии, которым, по большому счету, не то чтобы совершенно бессмысленно, но не имеют прямого отношения к социальной жизни общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова